Всем огромный привет! Мираба из Турции, из города Мерсин. Какое у нас уже число? 21 октября. Завтра 22, а послезавтра у тёщи день рождения. Вы видели, как неожиданно влоги начинаются. Я даже не знала. Сейчас приехали с магазина, с Ирой. И, я и говорю, мы давно влоги не снимали. Давай снимем, пока у нас свободное время. Расскажем, как у нас дела. Влог называется у нас ЧП в турецкой квартире нашей. Сейчас более подробно я вам расскажу. Думаю, вам будет интересно послушать и посмотреть. Давайте я сейчас покажу то, что мы купили в Ваймаре. Цены, может, тоже назовем. Сравните в ваших странах, сколько чего стоит. Дети пришли. А, дети вот из школы пришли. Нет, зачем? Они вот ровно полпятого приезжают, трансфер привозят. То есть, понедельник, после выходных всегда тяжело идти в школу, на работу. Поздоровайтесь. Сейчас я камеру поверну. О, дети, поздоровайтесь. Смотрите, какая красивая у Софии резиночка с бантиком, правда? Вообще милейшая. Милейшая. Бабушка Наташ купила. Красота. Да. Что там, Белла лежит? Вот так. И бегом на кухне под шумок. Предательски. Под шумок. Сонька, как дела в школе? Хорошо. Что было нового, интересного? Лови ее. Где там Белла? У нас тут окна открытая. А, закрой вот этот боковой. Да. Шанти тут. Шанти дрыхла тут пока в школе. Да, мяу, мяу, мяу. И Полли. Ну, все, все поздоровались. Ой, ой, близко не надо, а то они сейчас подерутся. Аккуратнее, аккуратнее. Вечером так хорошо солнышко светит. Вот Данину комнату и на кухню. Вот у меня мама всегда мечтала дом построить в Таллине. И чтобы вечернее солнце попадало бы вот именно в гостиную и на кухню. Это такой уют создает. Что мы в Баймере купили? Сейчас показываем. Это щеки остались? А тут написано на этих пакетиках. У меня еще есть. Потому что вот одна монетка. Ну, ты свои деньги покажешь. Так, что у нас тут? Посмотри, это баклажаны. Две штучки, 9 лир. Ну, считайте, бесплатно нам их дали. За две вот таких красивенькие баклажанчики. Свежие. Красота. Так, лук. Лук у нас 19 лир и 60 центов. Такой пучок. Хорошенькие витамины. Что мы тут еще? Кабачки еще были. Кабачки. А, они вот, наверное, тут в пакете у нас. Кабачки. 36 лир. Вот такие небольшие. Три штучки. Такое застряло. Вот три такие штучки. Это сколько? Я пропустила. 36 лир. А, 36 лир нам. И клерчики взяли. Вот мы берем. Теперь помоги-ка. Мы берем рядом с тур в целом. Вот я соли в центр. Они у них всегда свеженькие, вкусненькие. Правда, один раз вот эклер. Теща покупала эклеры и попались не свежие. Но мы сказали, они извинились. Вот. И мы этот раз решили рискнуть. Нам дали там попробовать на месте. И вроде хорошо. Вот откройка. Покажем, какие печенья мы купили. Вкусные. Мама любит такие печенья. Вот турецкие печенья хорошие, вкусные. Ничего не скажешь. Заклеили. Намертво. Намертво. Ну, они везде заклеили. И внизу, и все. Вот так вот покажу. Да, полная коробка. Две коробки разных печенья. Там еще есть. И клетчики. И булочки. Мы заплатили, по-моему, сколько там? 460 лир. Да. А, еще вот такие. Видите, целая коробка. Да, вот это с вареньем. С вареньем. Маме понравились. Ну, они действительно вкусные. С пифеечком очень вкусные. Вот мы в соли в центре. Всегда берем дворог. Вот как мы привыкли. Да, это чисто наш дворог. Да, сырники хорошо утром сделать. Давно мы пирог не пекли с творогом. А, с абрикосами. Было вкусно. Вместо абрикоса нужно что-нибудь другое положить. Надо сделать, надо сделать, да? Да. Так, что тут? Ну, и тут у нас по мелочи молоко мы берем. Кстати, вот это молоко в соли в центре практически всегда продают по 37 лир. 37 лир вот за литр. Вот на наше молоко настоящее. Я люблю макаронные изделия фирмы Анкара. Да, вкусненькие. Так что да. Ларис, вот варенье набрал, оно тоже по скидке. Сколько, Ларис? По-моему, 36 лир. 36 лир. Вот именно вот это варенье вкусное, потому что тут действительно имеется клубника. Потому что другие банки мы вот пробовали, там одна жидкость. Получается, вы как морс покупаете, а ягод там нет. А вот тут действительно полная банка клубники. Мигас, 1500 лир. Ну, 1500 лир мы накупили тут всего. И курицу взяли. Ну да, и молочка, и курица, и макаронные изделия, и варенье. Что тут еще было? Твое молоко тоже ты пьешь. Да, моё молоко. Кофе. Да, вот мы без кофеина в последнее время покупаем, пьем. Нехмет, вот это без кофеина, имейте в виду. Вот, в Мигросе подают. Витамины принимайте, а я тоже начала принимать витамины. Я, кстати, пришла в турецкую аптеку, чтобы купить турецкие витамины для волос, для ногтей и так далее. Мне продали какие? Британские. Британские. Вот такие вот я сейчас начала пить. Кто-нибудь пил такие? У вас как вообще результаты, скажите? Ну, я вообще не верю в вот эти витамины. Барк не верит в силу витаминов. Так. Вот Ира такое молоко пьет. Это получается у нас не курица, а индюк. Да? Индюш-щатина. Индюш-щатина. Ну, нормально, вкусно получается. Но оно нежное мясо. Мне нравится. Да. Хинди. Хинди, да. Оп-оп-оп. Что тут у нас еще? Бананы взяли. Бананы мы отдали 54 лиры. Сейчас покажу, сколько тут выточка. Как солнце прямо в экран. Вот такой банан. С этих вариантов завтрака берете вот такой йогурт, мюсли. Можно еще в йогурт заранее на ночь положить семена чья. Потом добавить утром такие вот мюсли. Нарезать бананчик, добавить орешек. Будет очень вкусно. Вот. Действительно вкусно. Да. Яйца вот у нас постоянно вот такими коробками уходят. Сколько штук? 30 штук. Юмурта. Посмотри на питанцы. Сколько там яйца сейчас вот такая коробка? 30 штук стоит. 125 лир за 30 яиц. Вот у меня будет работа сейчас монтировать. Я же буду все эти цены вам на экран выводить. А это всегда время берет? Конечно. Всегда время берет нам. Сегодня, может быть, я выйду в прямой эфир где-то полдесятого вечера. По таллиннскому времени. У нас ведь сейчас одинаковое еще время? Да. Пока да. Пока да. Ну вот имейте ввиду по московскому, по таллиннскому. Полдесятого вечера. Что ты там увидела? У нас кошки облизывают вот эти пакеты целлофановые. Ей нравится. Что-то она увидела. Картошку. Чему она тебя так могла заинтересовать, Белла? Господи. Люпопытная. Ну там курица, конечно, была. Пантера, пантера. Да, пантера, черная пантера. Белла. Хорошая девочка. Проверяет наши покупки. Ну все, голова уже на дне. Вот так, вот так. Там что-то еще есть в пакете? Все, пусто. Пустой пакет нюхаем. Мы все разобрали? Да, вот у нас картошка. Сколько тут у нас килограмм с лишним? 18 лир и 77 центов. Почти 2 килограмма. Почти 2 килограмма. Что там? Что там? Саньте очень смешно. Саньте поставить так сидит. Ага. Уперлась к стене. Да, кстати. Мы так обожаем. Ага. Шанте. Вот так она у нас. Она мне в такие моменты напоминает этого черного кота из Мастера и Маргариты. Кстати, в Турции стартовал фильм Мастера и Маргарита. Я хочу сходить. О, с каким лицом. На языке, естественно. С мордочкой. Деловая. Деловая, да. Деловая колбаса. Хорошо живется? Да. Не зря быстро бежала за нами. Не зря. Не зря, не зря. Решила свою судьбу изменить. Да, поменяем. А мама где? На балконе? Наверное. Саня. Вот. Бабушка на балконе. Раз мы тут стоим рядом с Даниной в комнате, я вам расскажу про ЧП. Короче, у нас с самого начала, когда мы переехали в эту квартиру, купили, а тут ведь никто не жил, мы нулевую квартиру купили. И вот у нас вот это окно плохо работало. Она прямо очень плохо открывалась, туго закрывалась. И мы, в принципе, ей не использовались. Ну, так чуть-чуть на лето открывали, тут оставляли. И что вы можете подумать? У нас это окно полностью отвалилось. Он вообще, я вам на экран выведу, у меня, я снял, снял, как это все было. И рама вот с этой стороны тоже полностью отвалилась. Очень неприятная ситуация. Ну, слава богу, починили. Вот я сейчас более вам подробно все расскажу. Насчет этого окна. Не все так просто. Почему я сказал, что не так все просто с этим окном? Вот как я сказал, мы же купили эту квартиру нулевую от нашего застройщика. Никто в этой квартире не жил. Но это, конечно, моя вина была, что я с самого начала как-то не стал заниматься этим вопросом. Потому что мы в основном это окно вот чуть-чуть буквально открывали для проветривания. Летом у нас тут кондиционер работает, а зимой, ну, когда прохладно, и нет такой необходимости, чтобы его полностью открывать. Единственное, вот когда мыть вот надо эти окна, конечно, его вот первую надо полностью открыть. Это, получается, джамбо окно. Полностью он в гармошку открывается. Это двойной стеклопакет тут, толстый, специальный. Вот не пишите, что это балконное окно. Но это как раз для комнат, для жилого комнаты вот такое окно хорошо. Оно все тепло держит. Ничего плохого сказать я не могу. Вот я обратился к нашему застройщику. Отправил ему вот этот видеокусочек, что вот у нас это окно сломалось. И написал, что оно как бы изначально было неисправно, но просто мы не обращались. И я хотел, чтобы он мне просто отправил бы контакт мастера. Вот кто тут устанавливал эти окна. Это понятно ведь, когда дом строится, фирма приезжает и по всему дому устанавливает эти окна. И я думал, что он мне контакт даст. Я за свой счет его починю. Ну, не буду там возиться, что-то там объяснять. Легче самому заплатить, чтобы главное сделали. Потому что давно не было дождей. А если, представьте, дождь пойдет, тут ни такими ведрами, ни полотенцами не уберешь. Потому что бывает вот в эту сторону у нас такой сильный боковой дождь. И я представляю, тут бы у нас вообще не только нас, но и еще соседи бы мы затопили бы. Ну, и что вы думаете? Я написал нашему застройщику. Три дня проходит. Каждый день он обещает. Да-да-да. Тамам-тамам. И я так понимаю, что мне уже надо самому найти кого-нибудь, кто починит. Потому что, ну, уже четвертый день пошел. Слава богу, по прогнозу погоды дождя не обещали. До сих пор дождя не было. У нас вообще в этом году очень мало дождей было. Очень-очень мало. По сравнению с прошлым годом, очень мало. Вот. Думаю, ладно, раз он мне контакт не дает, сам найду. И, конечно, хорошо, вот через своих друзей, знакомых мы нашли человека, кто пришел и это окно исправил. Вот к нам пришел русскоязычный мастер. Кто вот живет в Мерсине. И когда он посмотрел окно, сказал, что, слушайте, он был установлен на соплях. На соплях. Вот. Даже не на шурупы, не на те растворы, которые надо было. Просто на обычный силикон. И вообще чудо, что эта рама, еще вот эта боковая, как-то еще столько времени держалась. Но все из-за того, что мы не пользовались этим окном особо. Поэтому она так долго продержалась. Вот к чему я это все говорю. Что вроде бы купили нулевую квартиру. По тем временам мы же покупали на пике. За приличную сумму купили квартиру. И мне просто непонятно. Вот отношение вот некоторых турков, вот как вот этот застройщик наш, ну как ты вот так можешь отнестись. Тебя просят, тебя объясняют, что вот окно полностью отвалилось. А если бы дождь пошел бы или, не знаю, там ураганный ветер. Это же опасно. Но неужели трудно было дать контакт, чтобы отправить нам просто мастера. Да, даже контакт дал бы нам. Мы бы с вами договорились бы и мастер пришел бы и справил бы. Вот это отношение, конечно, меня очень сильно удивило. Потому что это все-таки репутация нашего застройщика. Это брак стройки получается. Но я же не могу обвинять застройщика. Застройщик, понятно, он ведь не стоит, когда окна устанавливает. Но всегда надо хотя бы пройтись, проверить. Проверить вот как качество, как установили. Работает, не работает. Но если вы не проверили свое время, ну хотя бы, не знаю, из-за приличия. Можно было бы хотя бы контакт мастера дать. Вот именно вот фирма, вот у них сейчас тут рядом дом строится. Тоже сейчас окна устанавливают. Это же не тяжело. Дать контакт, чтобы мы могли бы договориться, чтобы пришли бы и исправили бы это окно. Мы готовы были за свои деньги это сделать. В конечном результате вот у нас наш русскоязычный знакомый всего лишь за 1200 лир починил окно. Ну, вопрос там, 1200 лир и все сделал как положено. Так, надо воду выпить, а то мы сейчас с улицы пришли. Что там? Нарьешь мне водичку? Да. Надо было попить, а то у меня что-то горло пересохло. Мы с улицы пришли. Турецкий вкусный чай. Кстати, в Эстонии мы, ну не мы, а вот я конкретно, очень мало пил чай. Ира любила в Эстонии чай пить, а я особо как-то так равнодушным был. А в Турции я стал много чай пить. Каждый день мы везде заходим, чай, чай, чай. И это уже как привычку даже вошло, что вот мы везде пьем чай. В наших жилах течет чай. Да, течет турецкий чай. Так вот, 1200 рир мы оплатили за ремонт окна. Мы даже и довольны, что к нам пришел не местный житель, не турок, а пришел вот именно русскоязычный. Сделал как надо. Вот прямо капитально, намертво. И я думаю и надеюсь, что это на долгие годы вот это окно будет нас радовать. Потому что сейчас все идеально открывается, закрывается. Вот к нам еще придет, сетку установят в Даниной комнате вот на это окно. Потому что все-таки комары нас мучают иногда, вот залетают нам вот сюда высоко. Так что сетку установят. Еще там, как это, уплотнитель поменяется. Вот как она называется, вот шерстяная, да? Как она называется? Ну, я не помню, как она называется. Конечно, уплотнитель можно поставить на все окно. И все у нас будет забыто, эта тема с окном. Ну, почему я решил рассказать про эту ситуацию? Просто как-то неприятно, да? Потому что мы купили прямо у застройщика на пике за очень приличную сумму. И это все-таки брак этого комплекса, этого застройщика. Потому что вот нам кто ремонтировал окно, он сразу сказал, что это было браком сделано. Мы же не начали там выяснять отношения или там что-то говорить, что это ваш брак, что вы вроде делаете за свой счет. Но мы готовы были сразу за свои деньги устранить эту неполадку. Просто сделать. Потому что действительно, вы сами понимаете, если дожди пойдут, не дай бог, ну, это ж было бы ужас. Вы сами видели, какой щель, да? И еще окно отвалилось. Мы кое-как его туда-обратно поставили. Так что проблема серьезная была для нас. И вот это отношение. К сожалению, да, есть вот в Турции такие люди, местные жители, видимо, которые ценят людей и относятся к ним хорошо. Вот пока ты у них как клиент. Когда ты у них что-то покупаешь или там действительно что-то заказываешь, вот тогда некоторые вот такие люди, они прямо радостные и готовы общаться, как будто, знаете, лучшие друзья. А когда какая-то проблема, вот тогда начинают показывать свое вот такое отношение. Пофигистское. Пофигистское отношение, ну, я считаю, что мы не заслуживаем, никто не заслуживает такого отношения. Хотя я вам сейчас параллельно приведу пример, чтобы вы не говорили, что прямо все турки вот такие непорядочные и могут так повести себя. Нет. На нашем пути, слава богу, очень много хороших, порядочных турков попадались. Я вот вам хочу просто пример привести. К нам приходил электрик Михаил. Я вам потом покажу, что он у нас сделал. И он рассказал про случай. Вот он ехал из России на своей машине, и у него на трассе эта машина остановилась. И он встал там на дороге. И первый же турок, кто мимо проезжал, остановился и предложил ему помощи. Они посмотрели, у машины оказалось, закончилось топливо. И этот турок сказал, нет проблем, давай я тебя сейчас отвезу на заправку и привезу обратно. И так и было. Он, представляете, взял Михаила. А чтобы вы понимали, это же не в городе, он остановился на трассе, на автобане. Им пришлось ехать до заправки и обратно. И это ушло где-то 30 километров. 30 километров они проехали, чтобы в канистр 5-литровый залить топливо. Причем этот турок за свои деньги купил это топливо, привез его туда, и пока машина не завелась, он даже не уходил. Вот такой хороший, порядочный человек. Вот о чем разговор, что смотря на кого попадетесь. Смотря на кого попадетесь. От застройщика, конечно, это некрасиво. Все-таки он себя позиционирует как хороший застройщик, и мы всегда его хвалим. И как бы там ни было, мы тоже будем хвалить и говорить, потому что наш комплекс хороший, он красивый, он построен качественно. Вот таких браков никто не застрахован. Никто не застрахован. Это когда строятся большие комплексы, где-то что-то могут не уследить, что-то может случиться. Это нормально. Но ненормально вот такое отношение. Я вам не рассказывал, у нас была ситуация, мы же когда купили эту квартиру, я захотел заплатить полностью за Айдат за целый год. И я вот застройщику дал наличными за целый год, ему полностью на руке оплатил. Я еще удивился, что он мне потом квитанцию не дал. Ну, думаю, ну, видимо, сам оплатил, и не надо никаких квитанций. Прошло где-то полгода. Это, по-моему, уже где-то ноябрь месяц был, начало декабря. И мне вдруг управляющий нашего комплекса пишет, что у вас задолженность за Айдат. Ну, я думал, наверное, какое-то недоразумение. Я ему пишу, что нет, я же оплатил наличными вот застройщику за целый год. И вот сколько мы там, где-то несколько недель эти переписки писали-писали. Такое ощущение, как будто он специально не хотел понять этой ситуации. Короче, у нас в конце года было собрание. В начале года? В начале года, да, в январе было собрание, куда вот я пошел, кстати, с высокой температурой я вот заболел. И там как раз застройщик был, и мы с ним как раз пообщались на эту тему, и я ему напомнил, что вот, помнишь, я тебе за целый год оплатил Айдат. Он так вначале видел, как будто не помнит, потом, наверное, понял, что некрасивая ситуация, сказал, да-да-да, это было, ты действительно за целый год оплатил. Но самое-то смешное, он вспомнил, что я за целый год Айдат оплатил, но они с этим управляющим начали что-то там накручивать, а ты там еще что-то за это не заплатил. Короче, где-то еще 2000 лир они еще с меня все-таки требовали. Просто с воздуха что-то придумывали, хотя у меня есть секвитанция, аж потом там заслуживание бассейна или какие-то ремонтные вопросы, я все перечисления делал. У меня как бы через банковское приложение все это, выписки имеются. Но я уже, знаете, просто махнул рукой, думаю, ладно, мне нервы и здоровье важнее, чем с ними тут стоять и спорить. Сказал, ладно, я вам оплачу эти 2000 лир, как бы я свои выводы сделал, думаю, господи, ты застройщик, не бедный, да и управляющая у нас компания тоже не бедная, ну что вы мелочитесь из-за каких-то тут, не знаю, не знаю, 2000 лир. Ну это смешно, это, я свои выводы сделал, думаю, ну значит, просто такие люди, просто вот такие люди. Так что, имейте в виду, когда вы покупаете нулевую квартиру, у любого застройщика всегда все проверяйте, до купли-продажи прямо фиксируйте неполадки, прямо фиксируйте, в письменном виде или на телефон снимаете, прямо фиксируйте и требуйте, чтобы эти неполадки были бы устранены. Потому что, когда вы, конечно, вторичку покупаете, там, ну вряд ли у вас вот такие грубые ошибки могут быть, ну хотя, кто его знает, кто его знает, будьте очень внимательными и надеетесь на то, что вы вот попадетесь на порядочных людей, которые все-таки с пониманием к вам отнесутся, если что-то вроде вот такого в таком ключе вот случится. Просто будьте внимательными. А сейчас мы с Ирой покажем, как красиво у нас сделали освещение. Летосвещение. Летосвещение. Сейчас покажем вам, как классно мы сделали освещение. Те, кто нас все время смотрят, знают, что у нас тут на кухне имеется летосвещение, но у нас летосвещение было вот тут и вот тут. Но мы еще сделали вот по низу, вот по кругу. Прям классно получилось. Видимо, камера, может, не передаст, когда вечером темно, то получается очень уютно. И вот этот уголок теперь освещен хорошо. и вот там в углу тоже сделали освещение, а то этот угол у нас был такой темный, темный угол, а теперь все рабочие поверхности у нас хорошо освещаются. Мне нравится очень. Классно, классно получилось. А вот у нас еще рыбка. У нас рыбный день. Мы купили на нашем рыбном рынке две рыбы. Две рыбы, лосось. Вот, посмотрите, вообще ничего не осталось. Вкусненько, вкусненько, сочненько поели. Вот так хорошо мы сделали. Это все мы неожиданно, потому что к нам пришел Рустем, мастер, и я вот ему сказал, что вот у меня давно мечта, я хочу сделать. Он говорит, а в чем проблема? У меня есть контакт, Михаил, и вот мы с ним договорились, он быстренько пришел, и, что самое главное, качественно все сделал. Да, очень красиво. Установленное. И вот санузла у нас, к сожалению, ну, некачественно было установлено, началось там отваливаться, и он, конечно, все это переделал, и сделал как положено. Давай покажем, как у нас. Еще он очень приятный. Да. Так что, Михаил, если смотрите, вам огромный-огромный привет. Благодарность. И благодарность. Для кошек сделал тоже. Да, и для кошек, Аллатург, кошачий наш. Да, да, да. Вот вокруг зеркало заново сделал, и еще вот сюда вниз добавил, и получается, что даже вот верхнее освещение нам не надо включать. Да. И в общем санузле так же. Вот здесь подсветка. Потому что вот застройщик, в чем он молодец, все выводы, все он сделал прямо как положено, вот именно для этих лет освещения. Михаил тоже приятно был удивлен, сказал, вот какой молодец застройщик, что вот не думайте, что вот из-за этой ситуации теперь наш застройщик нехороший. Нет, он в том плане, в плане комплекса, вот дизайна и качества, несмотря на то, что вот брак был, все равно он молодец. Он молодец, и мы всегда будем ему благодарны за то, что вот он все-таки хорошо строит. Просто вот такие нюансы в жизни бывает, где бывает брак, но тут надо... Их тоже нужно уметь красиво, быстро решать, чтобы не портить впечатление. Да? Постпродажный сервис, конечно. Да, да, да. Красиво, красиво, мне нравится. Ну что, щучки, заканчиваем наш сегодняшний влог. Всем огромное спасибо за ваши лайки, за комментарии, за то, что вы нас смотрите. Всем спасибо. Спасибо большое. До новых встреч. И как я вот в начале влога сказал, может быть, я сегодня вечером выйду в прямой эфир, где-то полдесятого. Так что жду вас всех, наши дорогие. Пока-пока. Пока-пока, София. Устала после школы? Да, в понедельник. А, уроки делаешь? Молодец, молодец. Всем пока-пока.